Здравствуйте, многоуважаемые коллеги! Здравствуйте, многоуважаемые коллеги! Уже более 20 лет, но не имеет широкого развития. И естественно, что существуют сложности и два основных момента, которые являются препятствием для грамотного и широкого внедрения данной практики в медицину. В первую очередь, это отсутствие государственной финансовой поддержки для пациентов. Не все могут себе позволить воспользоваться услугами вспомогательных репродуктивных технологий. И второе, это сложность совмещения междисциплинарного подхода в принятии решений, в консультировании данной категории пациентов. Кроме того, и со стороны онкологов и репродуктологов низкая осведомленность о современных возможностях и о безопасности применения методов вспомогательных репродуктивных технологий для онкологических пациентов. В нашем институте с марта 2021 года проводится консультирование данной категории пациентов. И мы объединили в консультативном приеме мнение и онколога, и репродуктолога намеренно для того, чтобы давать более грамотные заключения. Онколог должен представить предварительный диагноз, проанализировать гистологическое заключение, составить мнение о прогнозе заболевания и определить степень заинтересованности в сохранении репродуктивной функции. За репродуктологом остается мнение оценки репродуктивного потенциала, представление информации о возможных методах сохранения фертильности и реализации. Для онкологических пациентов, находящихся в состоянии стресса от информации о своем диагнозе, крайне важно направить и вовремя и грамотно объяснить, какие методики возможны и как их реализовать. В кратчайшие сроки, как сказала Анна Эдуардовна, до начала онкологической терапии. Поэтому основная цель консультирования – это акцентирование внимания пациента на потенциальных рисках бесплодия, помощь в определении приоритетов, помощь в принятии осознанного решения и обеспечение быстрой реализации мер по сохранению репродуктивной функции, а также обсуждение возможностей деторождения после выздоровления. Крайне важно в рамках одной консультации представить весь план мероприятий и даже отдаленных мероприятий, потому что зачастую реализация репродуктивной функции возможна лишь с помощью суррогатного материнства или донорского материала. Целевая группа – это женщины с 18 до 42 лет и мужчины с 18 лет, вступающие в протокол онкологического лечения, который заинтересован в рождении детей. Пациенты группы благоприятного прогноза первой-второй стадии опухолевого процесса с высокой вероятностью стойкого излечения. Но можем ли мы ограничивать стадии намерения пациента сохранить свою фертильность? Это крайне деликатный вопрос, он уже задавался пациентами. Наверное, нет, но, опять же, помощь в расстановке приоритетов во время консультации, концентрация внимания пациента на сложности онкологического процесса, на его распространенности – это задача врача. Любая женщина 35 лет и старше, не имеющая детей, вступающая в протокол онкологического лечения, находится в зоне высокого риска по потере фертильности. И поэтому каждая женщина, которая не имеет детей старше 35 лет, неважно, какое онкологическое лечение ей планируется, должна быть консультирована репродуктологом. Ну и дети, подлежащие гонотоксичной онкологической терапии – это крайне сложная тема, сложна для реализации и крайне деликатна. Чаще всего обращаются пациенты со следующими локализациями – это гематобластозы, и свыше 30% пациентов с данным заболеванием моложе 30 лет. Гинекологические локализации опухолей, рак молочной железы, но эта группа несколько старше, чаще заболевают женщины от 30 до 45 лет, и многие уже репродуктивно реализованы, и другие формы. Онкологическая терапия. Можно сказать, что вся онкологическая терапия обладает той или иной степенью гонотоксичности. В первую очередь это эффекты цитостатической терапии, эффекты лучевой терапии, которые в сочетании друг с другом приводят зачастую к 100% стерилизации. Хирургическая кастрация, таргетная иммунотерапия, они обладают меньшей степенью гонотоксичности, однако также в состоянии оказать отрицательный эффект. Ну и период динамического наблюдения, который длится от года до 5 лет и выше, когда у женщин может быть естественным способом снижения авариального резерва. Это основные факторы, которые свидетельствуют нам о возможности женщины к зачатию. Могут ли они являться предиктором восстановления фертильности? Я думаю, что скорее нет, потому что мы никогда не можем однозначно предсказать, какой гонотоксичный эффект окажет та или иная терапия, особенно химиотерапия, на яичники и яички. И скорее данные основные исследования в оценке авариального резерва, а также возраст могут служить предикторами восстановления фертильности, вернее сохранения фертильности в процессе динамического наблюдения, а также ответа на авариальную стимуляцию. Все чаще онкологи обсуждают темы органосохраняющего лечения и есть основные условия для выполнения органосохраняющего лечения. Это репродуктивный возраст, высокая заинтересованность пациентов в сохранении фертильности, наличие условий для полной резекции патологического очага, отсутствие признаков регионального места и отдаленного метастазирования и выполнение хирургического лечения в онкологическом стационаре должного уровня с должным оборудованием, возможность тщательного динамического наблюдения именно онкологами и соответствие условиям онкологической безопасности. К чему я делаю акценты на данных локализациях? Врачи амбулаторного звена должны знать, что выполнение органосохраняющего лечения возможно при раке шейки матки, раке тела матки, раке яичников и раке яичка, но при соблюдении определенных вышеуказанных условий. Стимуляция суперваляции гонадотропинами. Краеугольный камень был до недавнего времени, однако авариальная стимуляция с последующей криоконсервацией эмбрионов и ацитов – наиболее эффективный метод сохранения генетического материала по сравнению с другими методами для онкологических пациентов и чаще, вернее, правильнее применение его до начала онкологической терапии. Весь вопрос и все сомнения состоят в том, что во время авариальной стимуляции необходимо введение инъекции гормональных препаратов. Транзиторная гиперэкспрессия теоретически, мы так предполагали ранее, должна оказывать потенциирующий эффект на рост опухоли. Но по последним исследованиям доказана безопасность трех-четырех циклов стимуляции яичников, причем это исследование проводилось на больных с пограничными опухолями яичников, которые являются высоко рецептивными, гормоночувствительными. Процесс стимуляции суперваляции не приводит к истощению авариального резерва. Это наиболее частый вопрос, задаваемый пациентами. Для обеспечения хорошего репродуктивного результата желательно криоконсервация не менее 12-20 зрелых ацитов, а лучше эмбрионов, генетически тестированных. Так мы получаем большую уверенность в том, что возможна последующая репродуктивная реализация. Однако в отношении онкологических пациентов мы боремся фактически за каждый ацит, и результат в 3-4 ацита зачастую имеет огромное значение для самого пациента. Данный метод применим при возможности отстрочки старта онкологической терапии на 2-3 недели. Именно столько времени нужно для самого процесса стимуляции. И проведено исследование в 2019 году, которое показывает, что онкологических пациентов компетентных ацитов примерно на 27% ниже, чем в общей популяции при распространенных злокачественных процессах. Это не относится к ранним опухолевым процессам. Протоколы о реальной стимуляции для онкологических больных должны отвечать следующим требованиям. Это безопасность, легкая управляемость, сведение возможных осложнений к минимуму, комфортная реализация и небольшая продолжительность. Чаще это протоколы с антагонистами гоно-терапин-релизин гормонов. И мы широко применяем рандом-старт стимуляцию. Стимуляцию – это протокол случайного начала, когда стимуляция возможна с любого дня менструального цикла. Крайне важно для наших пациентов, они не могут бесконечно отодвигать начало онкологической терапии. И дуастим-стимуляция чаще применима при сниженном авариальном резерве, когда мы пытаемся в одном менструальном цикле получить все возможное из яичников для того, чтобы накопить достаточное количество ацитов и эмбрионов. И пациенты с гормоночувствительными опухолями, для пациентов с гормоночувствительными опухолями протоколы стимуляции должны быть дополнены ингибиторами ароматазы, используются литрозолы на протяжении всего цикла стимуляции. Простите. Простите. Прописано в инструкции литрозола, и это препарат оффлейбл, но вопрос применения решается заключением врачебной комиссии, поэтому можно и нужно его применять. Нельзя применять при наличии опухолевых масс в малом тазу пограничные опухоли яичников или инфильтрация параметриев при раке шейки матки, так как пункция фолликулов проводится через влагалище, и это грозит распространением опухолевых клеток по малому тазу. Я уже поднимала вопрос распространенного опухолевого процесса. Можно или нельзя? Конечно, нежелательно, но если пациент настаивает, то мы не можем ему отказать, и применяя данные методы, мы тем самым рисуем ему перспективу выздоровления, доминанту выздоровления. Мы помогаем ему справиться с онкологическим заболеванием, поэтому скорее, если пациент крайне заинтересован, то нужно сделать все возможное. И из-за отсутствия клинических рекомендаций по сохранению фертильности онкологических пациентов, крайне важно, чтобы пациенты были информированы о всех возможных рисках и с обязательным оформлением информированных добровольных юридических согласий. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...